Павел Тимец Числены любители бильярда. Турнир пройдет по олимпийской системе. Завершится он 8 декабря. Трибуны уже заполнены желающими посмотреть на этот поединок. И перед началом матча традиционное интервью с участниками. Числены любители бильярда. Какие еще увлечения кроме бильярда? В детстве я занимался футболом. Сейчас до сих пор эта игра нравится. А чем играли на подаче? Нет, вратарем играл. В настоящее время, помимо спортивных увлечений, машины. Какая машина у вас? BMW. Тройка, пятерка? Тройка, да. О какой машине мечтаете? В принципе, из всех машин, которые в настоящее время мне нравятся, я думаю, предпочтаю, дал бы BMW 6 серии. Хорошая. Заработать успеете на нее, нет? Буду стараться. Вы женаты? Нет. У вас есть девушка? Да, есть. Она здесь, нет? Нет, она дома, в Сочи. Играет бильярд? Нет. Какие часы, кстати, вы носите? Часы «Ланжин». Это также, можно сказать, связано с моей бильярдной карьерой. Я был на турнире в Тюмени, небольшой турнирчик был, а мне там человек подарил эти часы, и уже несколько лет я их ношу. Ваши самые большие достижения? Ну, наверное, это чемпион Европы, звание мастер спорта международного класса, ну и победитель Кубка мира среди профессионалов. В какой форме вы сейчас находитесь? Ну, думаю, что нахожусь в достойной форме, потому что в этом году уже успел сыграть много турниров, то есть не было, можно сказать, застоя. Несколько турниров выиграл, таких нормальных. В принципе, считаю, что форма достаточно хорошая, чтобы показывать хорошую игру на высоком уровне. Как вы оцениваете своего соперника, его лучшие качества, а может быть, какие-то слабости? Ну, Женя, он, естественно, самый титулованный из российских бильярдистов, он интересный многосторонний игрок. С ним играть насколько трудно, настолько же интересно, потому что действительно во время игры с ним можешь увидеть очень много разных сторон русского бильярда. Кстати, счет личных встреч, каков у вас? Ну, счет точно не знаю, но проигрывал больше, чем выигрывал. А как закончится сегодняшний матч? Вы так прикидываете примерно, нет? Ну, я буду стараться показать свою игру с лучшей стороны. Сказать приблизительно что-то тяжело, потому что играем в новую игру, я не знаю, буквально несколько дней, поэтому соревнования покажут, как в нее играть. Спасибо, желаем вам успеха. Спасибо. Ну, во-первых, я приношу извинения, что в момент развивинки я должна оторвать, но все-таки существует телеверсия игры, и, конечно, всем игрокам и зрителям, прежде всего, да, многочисленная аудитория НТВ+, интересно посмотреть еще раз на вас с крупным планом и услышать вас. Давайте вспомним еще раз вашу биографию, сколько вам лет и когда вы начали играть, и кто вас привел в бильярд? Мне 15 лет было, сейчас 25. Привел меня в бильярдный отец, это было в 9 или в 10 лет, он тоже играл до этого где-то год, построил свою бильярдную в городе Латкарина, и после этого стали ездить в Москву, играть более сильными игроками, так вышли на мировой уровень. Тогда перечислите все ваши наивысшие достижения. Это очень много, мне кажется, более 100 первых мест у меня. Ну, это чемпионат мира я выиграл не один раз, один раз официально, семь раз неофициально чемпионатов мира. Пулусские турниры выиграл в Америке профессиональные, в Европе выиграл Евротур, много международных турниров выиграл вообще по всему миру. А что для вас вот этот зал, лидер клуб, вы играли в сотнях различных залов, да? Как вы его оцениваете, как оцениваете публику? Ну, я думаю, это один из лучших клубов вообще в мире, потому что такое количество столов я нигде не видел за границей. Надо делать побольше таких клубов, когда будет бильярд расти не так медленно, как сейчас он растет, а гораздо быстрее пойдет все. Как вы оцениваете своего соперника, его лучшие качества и, может быть, его слабые места? Мой соперник очень сильно играет. На этот момент он считается одним из самых сильнейших, можно сказать, входит в пятерку самых сильных игроков во всем мире на русском миллиарде. Молодой, амбициозный, как бы. Я не раз с ним играл, выигрывал, больше раз выигрывал. Ну, где-то, может быть, один-два раза я проигрывал. Два раза я помню точно проигрывал. Это было в Киеве и было, по-моему, в Рязани. Существует ли у вас какая-то тактика или стратегия, которую вы заранее выбираете на тот или другой матч? Я уже вам говорил. Я стараюсь играть, как бы, по системе. Ну, чтобы не было такого, чтобы, если я от системы отклонился, меня сразу наказывают. И поэтому я стараюсь играть до конца по своей системе, чтобы все было в моих руках. С каким счетом может закончиться сегодняшний матч? Как вы считаете, до семи побед играете? Я никогда не знаю, с каким счетом может закончиться. Главное, чтобы это было в мою пользу. Существуют ли у вас какие-то приметы? Нет. Не существует. Ну, мы обязательно спрашиваем, какие часы вы носите, на каком автомобиле вы ездите? Ну, я... часы я вообще не ношу. А автомобиль я не вожу так же. И не собираетесь, да? Я не смотрю, как всегда. А кто из ваших болельщиков присутствует здесь? Пока не видел, но, думаю, придут человек так 50 точно. Для вас имеет значение, как вы сыграли первую партию, скажем, в психологическом плане? Желательно ее выигрывать. Желательно. Так всегда мне говорил мой тренер-отец, что надо забивать первый шар и выигрывать первую партию. Но я об этом не думаю. Как бы настраиваюсь в основном до конца, на весь матч. Спасибо, желаем вам успеха. Торжественное открытие турнира Павел Тимец вручает кий игроку Зенита и сборной России Владимиру Густрову. Тот производит символический первый удар. Он прекрасно играет бильярд. И посмотрите, чуть-чуть не попадает. Ну, а затем он дарит участникам матча шарфы Зенита. Теперь уже они должны болеть за Санкт-Петербургскую команду. Правда, Кирилл болеет за Челси, а Евгений Старев болеет за баскетбольную команду Лос-Анджелес Лейкерс. Настроение, как видите, у всех отличное. Можно начинать. Судят встречу Вячеслав Аракелов и Александр Кокунин, опытнейшие арбитры, судьи всероссийской категории. Ну что ж, после торжественного начала, после такой церемонии, вы видели, как Владимир Густров вручил памятные призы, я бы сказал, от футболистов. Потому что, действительно, для футболистов бильярд – это игра номер один. Они отдыхают, прекрасно играют, играют очень много. И вот мы начинаем репортаж. Начинаем репортаж вместе с нашим постоянным комментатором Александром Пухленко, мастером спорта, великолепным игроком и одним из руководителей российского бильярда, вице-президентом Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга и одним из руководителей бильярдного, в бильярдном спорте есть несколько направлений, направлений пул, такой в бильярдной федерации России есть такой. Саша Пухленко возглавляет. Итак, разыграли право первого ударя, и игра начинается. Я прошу вас, Саша, несколько слов об участниках, хотя, так сказать, их представляли достаточно хорошо. Евгений Сталев и Кирилл Онищенко, чемпион мира и чемпион Европы. Да, действительно, эти игроки в представлении особо мне нуждаются, но тем не менее, что хотелось бы сказать о стиле их игры. Евгений Сталев, он играет успешно как и в отыгрыш, так и в атаку. То Кирилл Онищенко это яркий представитель игры от обороны. И вот сегодняшний матч именно этим и интересен. Как будет играть Евгений Сталев, примет ли он игру Кирилл Онищенко, или будет играть, навязывать свою борьбу, борьбу именно на поражение луза, на атаку. Вот такой вот будет тактический рисунок борьбы. Вот этот стол ему уже знаком. Хотя надо отметить, что стол немножко зажат, по сравнению, скажем, средний. То есть есть столы совсем свободные, но этот стол немножко зажат, и поэтому, наверное, игра по отыгрышу будет здесь все-таки преобладать. Ну вот, первый шар. Первый шар забивает Кирилл Онищенко. Ну, естественно, забив несколько шаров, поймав удар, игроки успокоятся, и, конечно, шары будут падать гораздо чаще. Вот так вот, скрутил угол на мягеньком ударчике. Он ничем не рисковал, но, тем не менее, получился результативный удар. Ну что, по правилам пирамиды динамичны, бывшие Невские пирамиды. Вот теперь можно сыграть чужого шара, поставить биток на любое место поля и сыграть чужого шара. Что и пытался сделать Кирилл, но неудачно. Что еще раз свидетельствует? Ну вот, атака Сталева. Также неудачно. Вот Валерий Бестров, который делал первый удар, символический удар такой, болельщик. Ну, когда мы спросили, за кого болеет, болеет за Сталева. Вообще, Женя Сталев настолько популярен, настолько интересного игра, что он, вероятно, сейчас все-таки вне конкуренции. Хотя все остальные ребята чрезвычайно симпатичны и молодые, надо сказать, чрезвычайно перспективные. Тренируется по 4, по 6, по 8, а Сталев говорит, я готов и по 12 часов в день играть, тренироваться. Хорошо сыграл чужого шара. И теперь есть вариант развить, развить свою атаку. Вообще, очень важно, конечно, выиграть первую партию, и в этом случае будет моральный перевес у игрока, выигравшего первую партию. Это, естественно, не говорит о том, что он выиграет весь матч, но, тем не менее, первая партия очень важна. Еще прекрасный свояк забивает Кирилл. И надо сказать, что он очень близок к победе, но, но, мы можем вспомнить матч Канебека Сагандыкова с Евгением Сталевым, но, насколько я помню, точно так же вел Канебек, по-моему, 5 или 6-0, и Евгений собрал всю партию Ския. И так было несколько раз подряд. Вот именно особенность пирамиды динамична именно в том, что тут нельзя расслабляться, ну, ни при каком счете, поскольку 8 шаров, серия 8 шаров Ския, тут, в общем-то, довольно обычное явление. 6-0. Ну что, Кирилл, осталось два шара. Вообще, очень хорошая ситуация в этой игре, именно в Невской, в динамичной пирамиде, сыгрывать после свояка можно играть чужого, и с чужого опять под свояка. Вот такая, как бы, двоечка. Чужой-свой, чужой-свой. Я вот помню, что Канебек Сагандыков, он все-таки пытался играть чужой-чужой. Ну, могу сказать, что чужой-свой, он намного легче, эта комбинация. Ну что, у Кирилла есть шанс закончить эту партию. Ну вот он так оживился, видимо, удар не слишком сложный стоит. Все будет зависеть, куда выйдет биток. Не забивает, не забивает Кирилл, а выход-то как раз он сделал. Повторы были справа. Ну что, есть шанс, есть шанс начать свою серию у Евгения. Ну, уходи до розыгрыша, никогда с плановой. Ну что, очень удачный удар. Один шар забит, и есть вариант сыграть еще несколько шаров. И приблизиться к сопернику. Прекрасный выход в середину. 3-0. И куда выходил Евгений? Видимо, он будет играть биток в середину. Или чужой в угол. Вот тут два варианта. Вот шар по такой дуге пошел. Не сыграл. Не сыграл Евгений, немножко неуверенный удар был. Но, тем не менее, завязалась борьба. 6-3. Если Кирилл проиграет эту партию, он долго будет вспоминать тот прямой удар в угол. В общем-то, довольно легкий удар. Но, видимо, из-за того, что он хотел оставить свой на месте, он и не забил. То есть, дал верхнего сильного винта, и удар был не очень точный. Ну, вот есть попытка реабилитироваться. Неудачно, не падает. Не падает свой. И теперь ответ Евгения. Ничего явного на игре не стоит. Такого слишком легкого. Так что придется трудиться. Удар по отыгрышу, и похоже на штраф. Очень похоже на штраф. Ну, еще раз попробуем объяснить, в чем причина штрафа. Сделаем на повторе сейчас. Посмотрим, что было. Ну, вот после соприкосновения шаров, один из шаров должен коснуться двух бортов. В данном случае этого не произошло. Вот если бы белый шар докатился до борта, то был бы правильный отыгрыш. В данном случае этого не произошло. И теперь Кирилл снимает себе любого шара на полку. Еще становится 7-3. Это также нововведение. Это также нововведение с этого года. Теперь в случае штраф игрок не выставляет шара, а его соперник снимает себе шара на полку. Любого шара. Это, в общем, придает определенную динамику игре. Ну что, 7-3. 7-3. Счет благоприятный для Кирилла. Но, еще раз говорю, эта пирамида динамичная. Она не просто так названа динамичной. Она действительно динамичная. И такой мастер, как Евгений, вполне может забить пять шаров с кия, что он неоднократно делал. Вы знаете, когда я спрашивал Женю Сталева, а имеет ли значение первая партия, он очень хорошо сказал такую фразу. Меня учил отец. Надо выигрывать первый удар и первую партию. И говорит, желательно ее, конечно, выиграть. Но что-то не идет. Что-то такое. Давайте повторим этот удар. Чуть-чуть нервничает, чуть-чуть нервничает. Ну, с одной стороны, Кирилл не хочет рисковать. Зачем у него семь шаров? Но и Евгений тоже не хочет рисковать, поскольку один проигранный шар, и будет проиграна вся партия. Вот такой вот хитрый отыгрыш. Биток спрятал за шар. Ага. Не особо был хитрый отыгрыш, поскольку был штраф. Аблиной призвание. И по новым правилам, Кирилл снял себе шар, еще стал 8-3. Таким образом, он выиграл первую партию. Ну что ж. Ну вот, это уже традиция клуба «Лидер». Вот как в боксе проходит девушка, показывает счет. Счет в партии 1-0. И вот счет в партии 1-0. И давайте еще раз напомним, что великолепная восьмерка – это прекрасная идея, совершенно новая идея, где встречается 8 сильнейших бильярдистов мира по существу. Напомню, что чемпионы мира Евгений Сталев, Канебек Сагендыков, Илья Киричков, Ярослав Винокур, чемпионы Европы, Кирилл Онищенко и Владимир Петрушков. И их молодой, чрезвычайно перспективный игрок Александр Паломарь, которому все прочат, начинает вторую партию Евгений Сталин. А ведь это штраф. Может, его никто не предупредил? Штраф. Один шар должен был перекатиться через середину, либо три шара коснуться бортов. Ну, давайте повторим этот момент. Может быть, Женя просто не знал. Я думаю, что вы не предупредили. Хотя странно. Наверное, он сам должен был спросить об этом. Какой разбой в этой игре? Ведь он уже играл с Канебеком. Странная ситуация. Напоминаю, что разбой активный. Три шара из пирамиды должны коснуться борта или бортов. Ну, вот так счет открыт во второй партии. И восьмой участник – это легенда нашего бильярда Юрия Соснин, великий мастер бильярда, который принимает участие в этом турнире. И мы сумеем сравнить, сумеем сравнить, сейчас увидим повтор этого удара, сумеем сравнить мастерство тех, кто играл когда-то, играл очень здорово и современно. Один, нуля, нищенка. Ага, может быть штраф, если шар не докатится до борта, а нет, но он перекатился середину, уже достаточно для вотыгрыша. Ну что, во всяком случае, уже интрига, поскольку многие отдавали безоговорочно победу Евгению Сталеву, ну вот 1-0. Евгений проигрывает. И во второй партии 2-0, а нищенка впереди. Напоминаю, до 7 побед. Когда я Кириллу задал вчера, когда он тренировался, вопрос, а как имеет ли значение счет личных встреч, какое-либо значение, он говорит, что, вы знаете, нет, я явно проиграл больше, чем выиграл. Выиграл, по-моему, говорит, дважды всего нам всего уже не стали, но это великий игрок, и каждый раз встреча с ним, это чрезвычайно интересно, и такое испытание серьезное, которое заставит мобилизовывать буквально всю энергию и все силы. Ну, с другой стороны, это абсолютно нормально, поскольку Евгений Сталев в бильярдном спорте уже очень давно, несмотря на свою молодость, а Кирилл Онищенко, ну, года 2-3 еще зашел на небосклон бильярдный. И, естественно, что количество партий выигранных у него поменьше, но, тем не менее, очень сильный спортсмен. Ну, вот, довольно легкий свой для такого мастера, как Кирилл. Чуть-чуть не точно все, что я могу сказать, но сейчас посмотрим. Он чуть-чуть сильно ударил. Возможно, он не учел, что довольно на новом, сколько немножко шире всегда. Неужели? Нет, чуть-чуть не подниму. Шар не палит. Игроки, играя в своих клубах, они в основном играют в потертом сухне, а вот в данном случае надо играть на новом сухне, и надо к нему приноровиться. А вот к нашему микрофону и подошел Владимир Быстров. И вот мы сейчас попросим, пока идет начало второй партии, Володь, очень рады видеть одного из самых быстрых футболистов, я думаю, за всю историю нашего футбола. Всегда говорили, что скорость в любом виде спорта это скорость мышления, скорость выполнения технических приемов, скорость передвижения, самое трудновоспитуемое качество игрока. Ну вот мы вместе сейчас наблюдаем первую партию проиграл Женя Сталев, а я знаю, что вы болеете за Сталево, да? И вы пришли сюда, вы пришли сюда с мамой, с папой, да, и с девушкой, да? Да, с будущей женой моей. Будущей женой. Они здесь находятся, мы их обязательно сейчас покажем, у нас есть такая возможность, мы их видели, еще раз покажем сейчас. Вот они сидят за таким столом, видите, вот-вот-вот-вот-вот-вот, и обсуждают сейчас. Ну, чуть-чуть можно и перекусить иногда, походу, особенно когда нервничаешь. Бильярд, мы уже говорили о том, что бильярд в футболе занимает место особое, причем это традиция. У англичан, у испанцев, у немцев, да? И у нас в России, в Советском Союзе бильярд всегда сопровождал и был, наверное, на любой базе. Кто у вас играет лучше всех в «Зените»? Ну, на этот вопрос трудно ответить, кто сильнее всех. У нас все играют так себе, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Думаю, сильнее всех играет руководство клуба. Но я знаю, что у второго тренера там так обыграли, а играли, кстати говоря. Ух ты! Хороший удар, да? Да. Молодец. Мы сейчас повторим этот удар. Два дни на еще. Ну, для Жени сейчас важно, вероятно, у него какой-то момент неуверенности прошел, да? Я думаю, надо переломить. Да, переломиться. Это бывает, да? Итак, вы играли с Боровичкой, да? Да. Поигрывали 4-0, а потом выиграли 8-4, и тренер. Ну, что такое демократия в футбольных командах, да? Я обращаюсь к Александру Пухленко, нашему комментатору. Да, встально в свое время мало кто брался обыгрывать. Да, и Боровичка под стол залез, ну что делать? Проиграл, значит проиграл. Напоминаю, вы видите счет, 2-1, такая упорная борьба. Как вы думаете, как сложится этот матч? Вот у вас есть какое-то предчувствие? Я думаю, в пользу ставил. Вот он нащупал свою игру. Повторим сейчас этот удар. Кстати говоря, вот нащупать эту игру вы выходите с самого начала, как правило, сейчас с самого начала в редких случаях выходите на замену в сборной страны. Особенно опасно, да, бывает, когда так, вот надо войти, поймать игру. У вас есть такое ощущение, что вот вы не поймали игру, и вот вы ее ловите на ходу? Бывают всякое. В основном это на выезде. На Петровском таких проблем не бывает. Там сразу выходишь готовый абсолютно. А что, на выезде это излишнее давление? На выезде все-таки чужой стадион, чужие болельщики, свист, трибун. Все-таки мешает, да? То есть поймать свою игру. Ну вот здесь вы угадываете, 4-2 стали впереди. Мы сейчас повторим этот удар. Ну здесь никаких, конечно, моментов сложных нет. Я думаю, вы бы забили здесь 10 из 10 тоже, да? Да. Ну одно дело забивать вообще, а другое дело забивать... Ох, великолепно. Здорово. Здорово. Вот он нащупал свою игру. Нащупал. Да, здесь вы правы. Вы очень тонко уловили тот момент, когда этот момент произошел. Вы любите русский бильярд или играете в пул или играете... Нет, нет, я играю и в пул, конечно, но русский бильярд мне больше нравится. Сейчас вы пришли со всей семьей. И здесь вас очень любят. Это клуб в крупнейшем Европе. Здесь любят Зенит. Это само собой разумеется. Особенно приятно видеть здесь игроков, ведущих игроков клуба и ведущих игроков спорта. Вот сейчас 30 секунд. Объявляет. Видите, 30 секунд, кстати, на удар дается 45 секунд. Да. 6-2. 6-2. Здорово. Вам хочется подключиться, я чувствую, комментарий, обращаясь к Александру Пухленкову. Я просто смотрю и делаю сам собой ставки. Забьет он 8-ки или не забьет? Нет, не забьет. Нет, не забьет. 8-ки обьет, да, бывает, что и забивает. С-2. Ну, тоже необычен для бильярда. 6-ки, а это тоже не так просто забить. Вы знаете, вы подарили шарфы зенитовские, это такая, знаете, я даже так, знаете, какая-то трогательная, трогательная момент. Казалось, ничего особенного нет и было очень приятно игрокам. Могу вам сказать, что для Онищенко футбол это был основным видом спорта. Он был вратарем в команде. Начал играть, он в бильярд позже значительно, чем когда, так сказать, он пришел в бильярдный спорт. Очень талантливый человек, очень талантливый спортсмен. Спорт молодеет. С этой точки зрения хотелось бы вас спросить, мы так переживаем за наших футболистов. Ну, приезжают замечательные футболисты из-за рубежа, так говорят, дай Бог им заработать хорошие деньги и показать хорошие деньги. Все-таки мы хотим, чтобы росли футболисты здесь у нас. Вы видите молодых, перспективных футболистов в нашем футболе? На самом деле это наша проблема сейчас российского футбола, потому что даже в Питере, в таком крупном городе, нет искусственных полей детской и юношской школы. Наши маленькие друзья никак не могут себя подготовить к такому уровню. Но на самом деле сейчас растет очень много молодых футболистов и думаю, все у них получится. Это вы так дежурная фраза или на самом деле вы видите, ох, какой, ну, нет, на самом деле. Есть все-таки талантливые, да? Вот иногда говорят, вот сейчас мы следим за бильярдом и говорим об одной важной вещи, которая бывает в любом виде спорта, которая по простоте душевной болельщики называет, что-то вроде звездня. Вот стало получаться, я помню, как вы великолепно провели сезон, я уже вам говорил, что с Юрием Андреевичем Морозом, великим тренером нашим, мы с ним дружили очень много лет, но очень высокого мнения было о вас и говорил, что у вас надо очень беречь, надо быть очень осторожным, потому что вы человек молодой и надо, чтобы вы постоянно росли. Бывает, что успех вскружил голову. Хороший удар, да? Да. Мы его сейчас повторим. У вас был такой момент в звезднях? Вы почувствовали, что что-то такое, слава начинает вам мешать немножко, нет? Честно говоря, мне так не казалось многим со стороны, может быть, иногда казалось, что у меня звездня, а так не думаю, что у меня он был. Все-таки, да? Это хорошо, что вы не ощущаете у вас такие же ровные отношения со всеми игроками. Ну что ж, две минутки я вас еще задержу, попробуйте прокомментировать бильярд. Вы сегодня один из наших комментаторов, я не знаю, в футболе, а вам приходилось выступать футбольным комментатором, да? Ну а бильярд на первый раз. Да, первый раз. Ну, что бы вы здесь выбрали? Вот, посмотрите на план сверху. Ну, в принципе, он производит этот удар, который я и думаю. В правую лозу. Вот он, не получился чуть-чуть. Чуть-чуть не получился. Ну а сейчас что? я думаю, отыгрыш. Вот, отыгрыш, просто. Он получился коварный, вот, что он подкатывает шара в самую лозу, но похоже штраф. Чуть-чуть перехитрил. Это из разряда не рой другому явно. По-моему, у Жени слишком много штрафов. Ну, Женя пока улыбается. Ну, посмотрим, в чем причина. Чуть-чуть не докатил. Вот, если бы шар дошел до лозы и коснулся губок, штрафа бы не было и была бы очень опасная ситуация для Кирилла. Шара не забить и не отбить. Надо сказать, что после штрафа Кирилл имеет право отдать удар опять назад Жене Сталеву. Что и делает, да? Вот, да, это он и сделал. Но вот, еще становится 6-4. Было, казалось бы, явное преимущество у Жени. И чуть-чуть, может быть, он потерял тот момент, так, урожа. Чуть-чуть, нет? Все-таки против него играет тоже не слабый игрок. Да. Показывает свое мастерство. Многие считают, что огромное значение в бильярде, особенно имеют психологическая подготовка и вообще психологическая устойчивость. Для вас, вот как для игрока, теперь уже игрока из сборной России, слово психологическая устойчивость существует? Или вот у вас с этим все в порядке и вы об этом не думаете? Я думаю, у каждого игрока это присутствует. Есть такое понятие? Да, да, да. На самом деле со временем это все проходит. И чем старше я становлюсь, тем менее меня это касается. То есть крепнет нервная система. Да, подготавливает сам себя. Ну что ж, еще минуты и мы вас отпустим, потому что ваши девушки и родители хотят вас видеть за столом. Нам очень интересно выслушать и вашу точку зрения. Ну вот что сейчас? Счет 6-4. Женя. Опять отыгрыш. Вот отыгрыш. Вот отыгрыш. Охота поймать соперника на какой-то ошибке. В футболе, кстати, бывает что-то близкое к отыгрышу, когда ты немножечко так это держишь мяч или что-то похожее. Есть ли у вас? Да, да, я думаю, это когда мы ведем на Петровском со счетом 2-0 или 1 даже 0 и остаются там 5 минут. Конечно же, прибегают к хитростям. Подержать мяч в чужой ворот. Чтобы дать сопернику раскрыться, поймать его на ошибки. Так что между бильярдом и футболом довольно много. Общего в общем. Первое это зеленое поле. Ага. Это главное. Ну что сейчас будет? Попытка закрутить свои корабла по борту. Так называемый француз. Играет до 7 побед. Большое испытание, да? Да. Каждый напряжен, каждая партия, каждый удар. Сейчас такое психологическое напряжение еще явно присутствует. Все-таки вы чувствуете тоже, да? Да. Ну, видимо, только начали. Вторая партия. Приноровятся сейчас к поляне, как говорится. будут показывать другой бильярд. Кстати, для вас самая лучшая и самая худшая поляна в нашей стране, когда вы играете на чемпионате страны футбола. Я думаю, сейчас самое лучшее это стадион Локомотив. Самая худшая. Пока у нас не очень хорошее поле. Все-таки, да? 6-5. 6-5. Вот это напряжение уже велико. Ну, попробуем сейчас повторить этот удар. Дождался момента. Ну, давайте посмотрим на Женю Сталева. Что с Женей происходит? Он так же спокоен, хладнокровен. Он там сидит недалеко, кстати, от того места, где сидят и ваши родные и близкие, и они переживают. Ну, специально для Володи. Ну-ка, ответьте. Володь, посмотри, что делают там без вас. Все в порядке? Все, да. Обсуждают, видимо. Обсуждают. Хорошо. Ну, а теперь посмотрим на они счетки. Теперь почти сравнял счет, и это особое напряжение. Практически сравнял, поскольку он теперь имеет право поставить легкого чужого шара, которого, ну, в общем, не имеет права мазать. Он будет делать с выходом. Вместе с Лузой, только вместе с Лузой, конечно, надо показывать. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Пытался подбить эти два шара. Но не получилось. Ну что ж, повторим. Здесь, собственно, никаких особых загадок не было при этом ударе. Впрочем, вот он хотел подбить. И теперь попытка оттянуть на себе шара. Это такой апогей, сейчас 6-6. Два удачных удара, и не дай бог ошибки. Очень напряженность. Если удар будет в своях, то при свояке практически это два шара. Забивая своя, потом очень легко забить чужой. Свой имеет очень большое значение здесь. Никто не хочет рисковать пока. Да. Посмотрим сверху на стол. Какую... Чтобы вы выбрали... Честно говоря, только отыгрыш я вижу в этой ситуации. Рискнуть можно, но рисковать опасно, да? Конечно. Когда вы выходите на боевую позицию, вы чувствуете, что можно ударить, можно отдать. Каждый раз есть сомнения не произошла. Да, такой отыгрыш по лузе, в общем, да? Да. Каждый раз у вас сомнения отдать или бить? Или где-то 90% если есть возможность ударить, надо бить? Нет, это все в зависимости от ситуации. Если мой партнер находится в более выгодной ситуации, то надо отдавать передачу. Не задумываясь. Конечно. Да, но защитник-то думает то же самое, что будет... Тоже правильно, да? Поэтому иногда надо думать из-за защитников тоже, да? Из-за соперника надо думать тоже. Ну, пока серия отыгрышей. 6-6. Опа! Вот это так. Это называется удар по отыгрышу. Вот это надо повторить. Это, пожалуй, первая такая очевидная неожиданность. В бильярде это называется оборотник. Оборотник и удар. Не совсем то же самое, что дуплет. Хотя один борт луза. Вот такой прекрасный удар. Не часто увидишь такие удары. Мы немножко долго показываем повторы сейчас. Вот с этой точки сейчас посмотрим. Можно попытаться сыграть по лузе, да? Будет, конечно, атаковать. На не сильном ударе по отыгрышу. Вот так вот. А может ведь чужой шаг прикатится к середине. Ага. Ну, посмотрим. Чуть-чуть не докатился, чтобы оптимально можно было свои очки сыграть. Такой не совсем простой удар стал. Женя попробует его забить. Ситуация ему не позволяет. Не получилось. Он и не пытался играть. Он переводил красный шар в биток в угол. Ну, вот перевел довольно удачно. Здесь уже главная нерва. Для Нищенко один удачный удар и он выиграл и пойдет с отчетом 2-0. Это уже многовато. Честно говоря, я не ожидал, что много зрителей будет сегодня. Все-таки 4 мая. Многие разъехались. Любят бильярд. Так же, как футбол по телевидению это тоже очень интересно. И количество повторов, и графика, и расстановка камер, так же, как и бильярд. Все-таки, когда ты сидишь в зале, это другое, да? Конечно же. Всегда вживую интереснее смотреть. Не всем, к сожалению, это удается. Саша, я прошу, вы уходите сейчас? Я уходу. На одну минуту отпускаем мы нашего комментатора. Просто вот играешь. Просто вот играешь. Просто вот. В принципе, очень удачная вот играешь. Вот еще раз посмотрим. Да, практически невозможно ничего делать. Еще раз такое спокойное, если можно сказать, испытание нервной системы. Надо просто терпеть, терпеть и ждать, да? Да. Ну что, может быть, здесь по лузе? Кирилл любит дальние удары. Нет, даже не рисковал. Наверное, прав, да? Да, конечно. Главное, что биток поставить куда-нибудь в угол, а впрочем, сейчас прямая линия есть, но... Тоже не рискует? Нет, нет. Вы знаете, вот про Женю иногда говорят, что вот он такой рисковый, да, ну вот, слегка авантюрист, ну, это бывает, когда человек очень артистичен, хочется ему приписать еще какие-то особые качества. Но Женя сразу сказал, нет, зря про меня так говорят. Прежде всего, я мастер отыгрыша. Это важно. Уметь управлять собой, уметь почувствовать, что ты в лучшей форме, в худшей форме, да, и изменить тогда тактику игры, да. Саша, я вот обращаюсь к вам, что с вашей точки зрения вот сейчас происходит? Штраф. Штраф. Он не попадает. Вот мы получили ответ от судьи. Да. Попробуем повторить еще раз, объясните нашим зрителям, в чем причина штрафа. А по-моему, мимо шара дал. Мимо шара. Просто. Просто мимо шара. Что с Женей бывает вообще исключительно редко. Нет, опять же, он дал левого винта и шар шел немножко по дуге, но он просто слишком сильно винт дал. Но это то же самое, опять же, аналогия с футболом. Есть же удар сухой лист, да, удар с закруткой, но вот есть, перекрутил, перекрутил. Володя, спасибо вам за участие в нашем репортаже. Спасибо вам большое, успех. Привет всей команде, славной команде Зиних, ты главная сборная страны. Я и с Семеном говорил, естественно, Юра Семен новый тренер, как вы к нему относитесь? Отлично. Отлично. Он интересный человек, прекрасный тренер, да и всегда новый тренер, это новая душевная сила игроков. Успех вам. Всего доброго. Итак, сейчас становится 2-0. Тем интереснее интрига. Да. причем такое ощущение, что для Анищенко это, в общем-то, подарки. В самый нужный момент вдруг происходят подарки. Вдруг ошибается соперник и по существу ты не доходишь до такого состояния, при котором ты так на пределе своих сил. Такое ощущение, что Кирилл так пока спокоен, все идет хорошо и вот посмотрим, он сейчас разбивает. Ну вот я хочу сказать, что есть игроки, у которых, видимо, капилляры находятся слишком близко к поверхности лица и, скажем, если человек волнуется, очень легко видно, то есть он краснеет. И вот Кирилл, я хочу сказать, что вот в минуты волнения видно, что он волнуется, то есть щеки краснеют. Вот. А есть игроки, типа, скажем, Кребека Сигандыкова, ну, по нему не скажут. Даже когда он волнуется, при этом он не краснеет. Вот было бы здорово замерить пульс игрока в момент, вот, скажем, острый. Пока такое спокойное начало. Ну, тем не менее, я уверен, что Евгений даст бой. Ну, вот мы попробуем сейчас объехать стол вместе с нашей камерой. Внимание. Сейчас вот как раз теоретически. Так, немножко близко к Лузе, да? Вроде бы, была попытка скатить по воду грошу. Ну, хотя у Евгения есть вариант сыграть сейчас. Сыграть, забить свои К. Нет, чуть-чуть сильно. Думал, что все-таки к сукну он еще не приноровился, поскольку все время дает чуть-чуть больше, чем надо в момента. А это может быть как раз из-за сукна. Чуть-чуть сильно. Ну, что делать Кириллу? Я думаю, это вот, как говоришь. Два борта и возвратить назад свой. Еще раз напомните нашим зрителям правила Свояка. Если заходит свой, а близок был. Если заходит свой, то это очень, это по аналогии с пулом. Те, кто играет в пул, это очень знакомо. Берется биток в руки и ставится на любую точку шара. И играется чужой шар при этом. Так что вот тут немножко из пула взято это правило. 1-0, тогда. Повел Евгений в этой партии. Повторим. Довольно несложный удар. Тут важнее выход, чем забитый шар. Он непростой, непростой был выход. Но Евгений играл, опять же, не по-от игрушку, опять же, с выходом. Вот Кирилл стоит в ярко выраженной так называемой снукерной стойке. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило шара, чтобы упасть. Снукерная стойка, это когда практически подбородок касается кия. Не могу вспомнить точно, в каком это было году, но где-то года до 93-го, наверное, 94-го. В основном, игроки в русский бильярд играли в высокой стойке. То есть, ну, скажем, расстояние между подбородком и кием было 2-3-4 шара. Некоторые играли чуть ли не... Вот я помню, был такой игрок Гипиус. Это племянник Зинаиды Гипиус. Он играл великолепно в бильярд. И при этом он играл вот такая вот офицерская стойка, дворянская. У него абсолютно прямая спина была. А играл очень прилично. Ну вот чуть-чуть не попшел свой. Вот в этом бильярде все время чуть-чуть. Постоянно чего-то чуть-чуть не хватает. То винта, то резки. Заказывает. Еще раз говорю, что все шары играются по заказу. Дураки здесь не считаются. Дураки не считаются. А жаль. Ну тут об этом идут большие споры. Об этом идут большие споры. Кто-то за дураков, кто-то против. Но все-таки, если это спор, то, конечно, вариант случайности должен быть не исключен, но минимизирован. О! И все-таки они забили этот свояк. Долго. Но забили. Ну что, серия от огрешей привела все-таки к результативному удару. И у Евгения теперь есть прекрасный шанс развить серию. Я думаю, он не применет этим воспользоваться. 3-0 встали. Ну вот выход под свояка. Еще свой в середину. Вот так вот. 4-0. 4-0 встали. Все шансы выиграть эту партию уже не есть. Остается только поплатить это. Довольно легкий шар в середину и посмотрим, куда же выйдет свой шар. Очень интересно, где окажется свой, поскольку тут это очень важно для продолжения серии. Забить он его забьет. А вот где свой? 5-0. Он выходит все-таки под чужого, не под свояка, а под чужого. Довольно странное решение, но тем не менее это решение мастера. Забивает прекрасно. 6-0 встали. Не совсем удачно откатился свой, но тем не менее. 7-0. Вот. самая серия, которую так долго ждали. Не 8 шаров пока, но 6. Вот то, о чем говорил, может быть, Володя Быстро. Нашел себя, Женю, в этой партии, да? Да, нашел Женя, а ведь нашел с чего? Ведь нашел с того, что очень долго играл по отексу, играл сложнейшего, шара от борта в угол к себе скатил и был вознагражден таким образом. Ну, 5-минутный перерыв берет Онищенко. Я думаю, что это тактическая уловочка. Он почувствовал, что Женя нашел игру, и ему надо как-то сбить этот атакующий порыв. Ну, напомню, что два перерыва официальных, и каждый игрок на протяжении матча может взять тоже один 5-минутный перерыв. Ну, что ж, четвертая партия. 2-1. Евгению Сталеву удалось выиграть предыдущую партию, настроение его изменилось, как видите, улыбается. Когда мы пытались перечислить хотя бы хотя бы часть титулов, Жених говорит, я выиграл, наверное, больше сотни турниров, причем довольно крупных. 7-м раз неофициальный чемпион мира и 1-м раз официальный чемпион мира, да? Да, и не просто официальный, что значит официальный. Он, есть такая книга, которая выпускается в Всемирной конфедерации беляно-спорта. Так вот, с 2000-го года они регулярно вносят наших чемпионов мира по пирамиде в эту книгу. И Евгений был первый, кто попал в эту книгу в 2000-м году. Ну что ж. Посмотрим сверху. Вот игрыш. По лузе вроде бы, да? 2-1 для Кирилла, пока матч складывался легко. Женя совершил слишком много своих ошибок, причем в такие моменты, что так Кирилл понял, что, собственно говоря, ему кое-что и дарят в этом матче. Но долго ли будут такие подарки? Когда-то придется самому брать. Да. Пока испытывают терпение друг друга. Вот сейчас можно забить француза. завинтить шара по борту. Евгений Мастер таких ударов. Смотрим на свой шар. Ай-яй-яй. Его видно было, да? Как он покачивался. Пытался вкрутиться туда, но не вкрутился. Итак, 2-1. И здесь пока 0-0. Хочется отметить, что этот стол отвечает всем требованиям, предъявляемой Федерацией белянного спорта России к проведению соревнований. И Евгений Сталев также участвовал в обсуждении этого сукна. То есть, достаточный раскат, недостаточный раскат. И у меня даже сохранился вот такой опросный лист игроков, где каждый ставил оценку сукну. И в конце концов остановились именно вот на таком раскате. Поэтому можно сказать, что вот данное сукно 950 Роспро это оптимальное сукно для русского бильярда. То есть, оптимальный раскат. Оно и не быстрое, и не медленное. Оно именно то, что надо. Хотя надо отметить, что также очень важный для раската шара это влажность в помещении. Когда влажность большая в помещении, естественно, сукно перестает катиться, провисает на бортах, шары начинают застревать. Поэтому в помещении для бильярда должно быть всегда желательно сухо. Сухо и тепло. Вот тут мы не раз уже слышали, скажем, такая команда судей. 30 секунд. Это за 15 дается на удар. 45 секунд. 45 секунд в общее время подготовки к удару. И по правилам, если игрок не укладывается в это время, первый раз его предупреждают, на второй раз его уже штрафуют. Но пока такого в этом матче не было. Никто из игроков не имеет предупреждений. Желтых карточек. Ну, это очевидно. Прекрасно. Прекрасно сыграть. Да. И не просто прекрасно забит, а именно прекрасно с игром, поскольку свой выведен для дальнейшего продолжения игры. Ну, вот посмотрим. Хотя, наверное, он все-таки не в эту точку хотел вывести свой шар, поскольку ничего явного стопроцентного на игре нет. Хотя для такого мастера, как Кирилл, наверное, вот этот шар, который он сейчас бьет, ну, не стопроцентный, но больше 50. Да, забивает Кирилл. Молодец. 2-0. Они еще. Да, не дрогну. Четко сыграл. 2-0. Ну, посмотрим, как чувствует себя Женя Сталев в этой ситуации. Как он спокоен. Да, пока спокоен. И даже подкрепляется, да? Ну, было время, мы уж не раз упоминали, что когда-то бильердисы старшего поколения тогда это разрешалось, могли выпить рюмку коньяка, это обостряло, да? Там зрение или нервную систему. Сейчас, конечно, это запрещено, да, но это алкоголь запрещен, что там говорится. Ну, я хочу сказать, ну, довольно легкий свояк стоит. Довольно легкий. Ах, нет, извините, чужой. Чужой. Оказалось, что свой проходит. Ну, сыграл. Он чужого. 4-0, конечно. Ведь и при игре в Невскую пирамиду гораздо важнее, конечно, сыграть свой ик. Больше вариантов для продолжения игры. Но, тем не менее, сыгран чужой. 4-0. Это довольно... Да? Простите. Я знаю, что вот в завершении нашей темы вот кто-то коньячком, а я знаю, что многие спортсмены-пулисты, они пьют холодную воду со льдом, воду со льдом. Собственно. И таким образом сбивают вот это волнение. Не знаю, насколько это действенно, не пробовал, но тем не менее. Хорошая серия и серия чужих шаров. Молодец. Кирилл был когда-то вратарем в футбольной команде. Мы уже это упоминали. Об этом говорили. У нас параллель между футболом и бильярдом. Да. Очень любят футбол, очень болеют, переживают. Ой-ой-ой. Ну это... Блестящий шар. Я бы сказал, ты был наглый удар. И Герая с Евгением Сталем так вот сыграет. Ну, видимо, счет 6-0 позволил ему сделать этот удар. Прекрасный свояк. А что значит забитый свояк? Это значит, что забьется чужой. Процентов 90. Ой-ой-ой. Еще и шар лозе стоит. Вот теперь можно поставить. Вот напомните еще раз нашим зрителям правил. Он ставит на любую точку. После свояка можно поставить шар на любую точку. Да. Ну, мы видим, что подкатился чужой в угол. И теперь получается, что он может либо двух шаров сразу забить, либо одного и попытаться сделать выход по-другому. То есть партия, по существу, закончена. Да. Если шар довольно прямой, он может с верхним винтом ударить и сразу два шара упадут в лозу. И он сразу выиграет партию. Ну, он бьет, похоже, с нижним винтом. Да. С нижним. И пытается сделать выход. Ну, еще раз смотрим, как этот код забит. Ну, что? Чужой в середину или свой в угол? Скорее всего, чужой в середину, поскольку свой в угол через шара придется ему играть. Здесь никаких проблем, по-моему, нет. Да нет. Ничего себе. Немножко рисковато. Опа! А не считается. А вот не считается. А вот не считается. Ну, вот сейчас попытка сыграть среднюю лузову, казалось бы, нужно было увенчаться успехом, не получилось. Евгений пошел ва-банк. Евгений пошел ва-банк, поскольку он выиграл. Рисковать можно уже. Да, конечно. Ему нужно рисковать. При счете 7-0, как не рисковать? Ну, а что сейчас? А сейчас, я думаю, что все. Тем более, что Кирилл левша, а шар как раз стоит под левую руку. Правшая не всегда удобно играть против левши, поскольку вот он оставляет такие шары, которые самому не дотянутся, а левша вот спокойно и дотягивается. Все. Ну, вот надо отметить, что он не побежал сразу добивать шара. Вдумчиво подошел к удару. Ну, что ж, повторим этот удар, который, в общем-то, совершенно очевиден. Он не сложный, но надо отметить, что это был восьмой шар, а восьмой шар, всегда говорят, чуть-чуть толще, чем обычный шар. Ну, вот в пятой партии Евгений Сталев наносит мощный удар своему сопернику. Он выигрывает 8-1. А в шестой, не менее мощный удар наносит ответный Кирилл Онищенко. Выигрывает 8-0. И он же начинает седьмую партию. И Кирилл немножко своеобразный. Разбой он разбивает ровно с точки. Ровно с точки. Обычно игроки немножко сдвигают шар в ту сторону, в сторону шара, от которой они будут бить. По линии имеет право. Да, он старается бить по центру. И довольно частенько забивает. Неудачно. Был близок, ну вот тебе надо. Теперь маленькое бильярдное счастье будет работать. Успеем повторить разбой? Пока выбирает. Довольно близко, но тем не менее шар не упал. Ну вот, выбрал все-таки. Ага, пошел рисковать, Евгений. Пошел. Ой, какой удар блестящий. Что он почувствовал? Тереть уже нечего. А забит-то свой. А какой свой? Свой. Да. Очень непростой. Ну вот, это манера игры Евгения Сталева. Я думаю, вот так и надо ему играть. И я думаю, победы не с горами. О судьях, которых мы вот иногда показываем, иногда нет. Вот Вячеслав Ракелов. Судья республиканской категории, один из лучших судей. Прекрасный организатор вообще в Ленинграде, да? В Санкт-Петербурге бильярдного процесса. Да, я знаю, что в ближайшее время в Москве будет проведен кубок Кремля по бильярду. И столы будут стоять прямо в Кремле. Да, это здорово. То есть такого, ну честно говоря, я даже до конца пока их сам не увижу, я не поверю. Так вот, он будет там ответственным секретарем. То есть его вот руководство Федерации России оценило и пригласило. И также, возможно, будет приглашен наш судья Кокунин Александр. Так что вот. У него сын хорошо играет в бильярд. Сын прекрасно играет в бильярд. И один из лучших молодых игроков. Ну что, 2-0. Повторим этот удар. Вот так вот. Подбил. И именно вот так он и хотел сыграть. 3-0. Ну что, ответит он на обиду 8-0 или не ответит? Ну что у нас? Вот теперь. Евгений очень любит работать иногда на публику. То есть показывать, куда он сделает выход. Ну, это вот такое вот своеобразное. И вот когда он играет на публику, видно, что он свободен. Раскован. И у него обычно идет игра. Ну вот спасибо, что мы можем посмотреть на его соперника, потому что эта психологическая борьба существует. И надо скрывать свои чувства, да? Обязательно, конечно. Как бы тебе ни было обидно, но ты должен оставаться. Если соперник виден, что ты огорчен, расстроен, он получает дополнительный бонус. Да. Моральный. 4-0. Женя идет. У него вся такая поза охотника. В лесу, где довольно много лес белок, там, я не знаю, кого еще. В общем, есть. Ну, естественно, количество комбинаций в бильярд просто огромное. Ведь тут можно сыграть и чужого, и сваяка, и в одну лузу, и во вторую. А вот какой удар. Вот какой удар. Потрясающе. От борта в середину. 5-0. Это свой. И, значит, вот мы видим публику. Я все думаю, видим ли мы. Да, удар хороший. Мы видим, как улыбается Сталев. Хороший удар. Теперь надо посмотреть, что же он решит. Вот он решил. Так. Куда он поставит свой шар? Ставит прямой в угол. Четвертая камера как раз вместе с лузой нам покажет. Вот как раз туда и будет этот удар. 6-0. 6-0. Ну, повторим. Впрочем, здесь особого вот тот самый. Потрясающе. Это удар великого мастера. Это фантазия. Однозначно. 7-0. 7-0. Ну, вот я приношу извинения. Мы немножко передерживаем повтор иногда и в результате. Ну, вот сейчас посмотрим. Вот это и называется кураж. Да. Ответ. 4-3 в пользу Анищенко. Ну, и вот вот эти две партии, они очень ярко характеризуют вот эту пирамиду динамичную. Она действительно динамичная. 8 шаров в одну сторону, 8 шаров в другую сторону. Где еще такое увидишь? Да. Ну, что? Очаровательная девушка. Значит, довольно... Опять привлекает внимание к счету. Скромно одетая, скажем так. В этом случае одежды мало. Восьмая партия оказалась чрезвычайно интересной. Ее со счетом 8-2 выигрывает Евгений Сталин. Итак, счет становится ничейным. Впервые ничейным я обращаюсь к Александру Пухленко, комментатору нашего матча, вице-президенту Федерации Бильярда Санкт-Петербурга. Да, счет впервые сравнялся в этом матче. Ну что же, все возвратилось на круги своя, да? Все в руках Божьих. Особенно сейчас во время такого увлечения значит всем, что связано с верой. Может быть, это и правильно звучит. Все в руках Божьих. Интересно просто ради игроков сделать, сколько из них верующих людей и ставят ли они свечку за победу. Ну, верующие. В основном сейчас, конечно, уже верующие, что вам и говорится. Ну что, свой? Возможно? Трудно сказать. Вот с этой позиции нет. Видимо, непростой был свой, поэтому было бы решение сыграть по отыгрышу, отыграться. Вот идет. Прекрасный, прекрасный удар. Так же по отыгрышу, но это не умоляет значение этого удара и красоту его. Очень четко, на мягком винте нижнем. Просто здорово. Ну что же, не дрогнул Кирилл. Ой-ой-ой. А мне тут еще игроки жалуются, что стол зажатый. Вот тебе и зажатый. А что такое зажатый? Зажатый, это с очень узкими лузами. Но вот тот шар, который сейчас упал, свидетельствует об обратном. Во всяком случае, об этой лузе угловой. Ну это уже чисто. 2-0. Хороший был. сейчас нам повторить не успеть. Великолепно был второй. Впрочем, попробуем повторить. А, нет, не успеть, не успеть, потому что бьет. Это тоже вот игрыш. Не очень четко попал в чужого шара. Ну-ка, 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 как раскатятся они, интересно. Повезло, повезло. Евгению. А вы знаете, а в среднюю лузу? Нет, нет, нет. Играть он не будет. Играть не будет, да? Но сыграл очень не четко. Должен был тоненько попасть чужого шара. Попал толстый, шар оказался вот на этом месте. Сейчас раскатываются шары. Это брыж Кирилла. А мы все... Нет, никак нам не показать тот великолепный удар Анищенко. Но если удастся, мы обязательно повторим. А вот атака. А ведь это у него коронный удар. Ведь это у него коронный удар. Это уже второй или третий раз он атакует. Ведь очень непростой удар. А как легко он его забивает, а? Касающе. Ай да Евгений. Ну просто здорово. Видимо, правый винт дает. Шар прямо вот так отскакивает. Правый, нижний. Ну напоминаю, когда забит свой шар, то снимается другой шар с луза, а свой ставится в удобное место. А с поля снимается шар. С поля снимается. И таким образом два подряб. Великолепно вы придумали правила, динамизирующие груз, создающие своеобразные пенальти, в общем-то. Да, но тем не менее, игроки старого поколения некоторые этим не очень довольны, поскольку они не любят динамичную игру. Ну ладно, старого поколения. Что там? Я сам старого поколения должен сказать, что я полностью согласен с тем, что надо динамизировать всю нашу жизнь и смелее менять. Это не противоречит духу русского бильярда. Блестящий был сейчас забит еще один, да, свой. Ну что ж. И счет. 3.2 в пользу Сталева и сейчас будет... Ну посмотрим, а что же Женя? Человек, который ездит на BMW. А вы знаете, я спросил, Женя, а какой машине мечтаешь? То есть, Кирилла. Он говорит, а шестерки BMW. Ох, блестящий удар. Есть такая, есть такая. Ну, а шестерка BMW, а стоит она там сотни полторы тысяч долларов, ну, в зависимости от комплектации. Может, поменьше, но это, по-моему, с четырех, четыре с половиной метра двигатель. А заработать-то можно? Он говорит, старая, скромно сказал. Ну, возьмет в лизинг, годам к сорока, выкупит. Ах ты, как играет. Да. Вот свояк, он, конечно, сыграл роль. Он немножко может Кирилла подломить. В общем-то, Кирилл отыгрался и ничто не предвещало такого вот развития событий. Просто Евгений украл, украл того свояка и за счет этого получил право на серию. Ну, теперь посмотрим. Ну, что ж, теперь он стал что делать? Прямой в угол, сейчас уберет. Вот он уберет, да. Не самый легкий, по-моему, удар выбрал. Шесть, два. Шесть, два. И в среднюю лузу можно бить спокойно. Ой-ой-ой, попытка сыграть двух шаров сразу была. Мы сейчас повторим этот удар блестящий. Сам Евгений улыбается. Да, супер лихой удар. Хотел сыграть на публике. Ох, по какой дуге пошел шар, молодец Евгений, молодец. Прекрасно. Просто прекрасно. Восемь, два, и Женя вышел вперед. Впервые Евгений Сталев выходит вперед. что, надо сказать, чтобы в этой партии он показал весь свой профессионализм, всю красоту игры. Да, здесь блестящая игра. Итак, пять, четыре. Так, наша девушка, которая, надо думать, в следующем матче слегка будет более загорелой, наверное. Достоинство ее очевидно. Лето в Питер поздно приходит. Поздно, да? Да, ничего не сделают. В следующий раз будете командировать куда-нибудь в Сочи в гости к Кириллу Анишим. перед матчем. Ну а что делать, да? Я думаю, Кирилл не откажется принять гостей. Ага, ну вот это кураж. Вот это. А ты кураж. Вот это и есть кураж. Да, когда Женя находит именно вот такую игру, остановить его практически невозможно. Ну, опять свой блузе, значит, надо снимать один шар, а свой ставится, а биток ставится в удобное место, и таким образом сейчас будет... Я думаю, будет разносить кучу в хлам. Да? Ну давайте посмотрим. Да. Вот так вот ее. 2-0. 2-0. И что же дальше? В общем, это пуловский удар, кстати. Это из игры 14 плюс 1 из трейт-пула. Не удалось разнести так, как хотелось, согласитесь. Да, да, да. Хотел посильнее. И в снукер точно так же пытаются подбить пирамиду и получить максимальное количество вариантов. Ну что, сделал дело и ушел в тину, как говорят бильярды. Да. Ну а что делать теперь Кириллу? Искать свояка, бороться. Ну ни в коем случае не впадать в отчаяние, поскольку шансы выиграть еще будут. И в этот момент надо быть собранным максимально и постараться не упустить этот шанс. Ну что, отыгрыш. Как вы оцениваете этот отыгрыш? Нехороший отыгрыш, ну не то, что... Он проиграл позицию тем, что сейчас Евгений имеет возможность отыграться вот от этого чужого шара, да, чужой шар переходит на это поле и тем самым он проигрывает позицию. То есть Кирилл проиграл позицию тем ударом. Да. Теперь Кириллу надо думать, а что же делать? Ну, Кирилл не теряет пока спокойствие. Нет, Кирилл... Вот, это его не характерная собственность для его возраста. Ведь все-таки 20-21 год, я сейчас не помню точно сколько Кирилл, но молодой игрок. А выглядит по своей игре, ну, наверное, лет на 35, скажу так. Именно по игре. Игра зрелая, игра зрелая у него. Вы знаете, вчера мы долго разговаривали и о жизни, и об игре. Он замечательный сам по себе парень. Остроумный, готовый. Знаете, никаких зажимов таких нет. Ох, какой удар нет. Ничего не получилось. Мы уже привыкли, что от Жени Старева надо ждать что-то выдающегося, да? Ну, он как взрывной, взрывной игрок. То есть, вот игрыш, вот игрыш. Динамика и вообще стиль этой игры. Это вот игрыш, от игрыш, потом следует взрыв. И потом опять его отыгрыш. Ну-ка, 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 нет, здесь ничего, конечно. Хотя мне очень интересно, как будет играть в эту игру Александр Паламарь, который никогда не привык отыгрываться и привык всегда атаковать. Вот, мне, честно говоря, очень интересно будет посмотреть. А играть он у нас будет в последней паре, в последней паре он будет встретиться с Ярославом Винокором. Да, вы распределили, уже была жеребьевка. Напоминаю, 8 участников этого турнира по олимпийской системе игра идет. Продлится до 8 декабря. До финала 8 декабря. Я хотел бы отдать должное своим коллегам из спортивной редакции НТВ+. Ну, настоящие любители спорта смотрят этот канал, безусловно, насыщенные великолепным зрелищем, лучшими трансляциями, прекрасными комментаторами надо отдать должное и очень требовательным подходом к делу. И вот то, что НТВ решила, НТВ+, решила поддержать вашу идею, это тоже говорит о том, что российский бильярд имеет, его надо развивать, и он имеет достойных партнеров в лице НТВ+. Да, и надо отметить, что бильярд русский имеет определенный рейтинг среди телезрителей, и это однозначно. Ну, кстати, вот Володя Постров, «Зенит-Вест», мы его спрашивали, ну, русский бильярд, мы любим больше. Ну, наш бильярд. И вы правильно делаете, вносите изменения, вносите изменения, он другой, мы много видели снукера и пула, прекрасные игры для профессионалов, и имеют тоже высокий рейтинг международный, но наш бильярд, российский бильярд, он другой все-таки. Какая бы ни была разновидность этого бильярда, да, там, московская пирамида, да, американка, так называемая, или раньше так называли, да, тем не менее, это на большом столе. 2-0. Что же делать о нищенке? давайте посмотрим вместе. Среднюю лузу? Рискованно? Чужой? Рискованно. Свой? Ну, так же рискованно. Если рисковать, то на своем. Свой дает больше дивидендов в случае успеха. Ну, что, все-таки решила среднюю? Ну, нет, свой? Непонятно, непонятно. если бы мы играть, свой, да, нет, нет, нет. Но не получился. Немножко силы, избыток энергии, избыток энергии. А это могла, та партия. Та партия была именно ломающая, ломающая партия. Прекрасно сыграл Евгений в той партии. Я думаю, что чуть-чуть мог подломить. А вот так вот. С размаха. Да. Когда Евгений играет так, его уже очень тяжело остановить. Но, опять же, говорят, есть такая пословица, шарики круглые, и никто не знает. Куда они прикатятся. Попытка скрутить своего шара. Не скрутил. Мы попробуем совершить путешествие вокруг стола. Кстати, где-то у нас здесь сидит Владимир Петушков, присутствует на этом матче, а ведь он следующий участник матча. Да, мы хотели даже, чтобы он прокомментировал нам кое-что. Я думаю, здесь он не откажется от этого сделать. А ну-ка, скажите своим помощникам, может быть, найдут Володю, да, он сказал, что я готов. Он там, в левом углу сидел где-то там. Сейчас он на трибуне. Да, сейчас посмотрим, если наше... Сейчас вот он сидел где-то за Володей Быстровым. Если операторы его не найдут, то его найдет сотовый телефон. Да? Ну и замечательно. Давайте найдем его. По сотовому пригласим его к нашему. Пока тем более затишье 3-0 и ничего особого не происходит. За исключением того, что кто-то упал. Ну, это на счастье. Только весь вопрос на чье счастье. Да. Ну, скажем так, на счастье клуба будем считать. Я напоминаю, что в клубе-лидер в крупнейшем бильярдном клубе Европы и прекрасном центре молодежном проходит первая партия, первая, четвертьфинал нового соревнования сильнейших бильярдистов мира в русском бильярде. Вот это интересно. Ай-яй-яй. Попытка скрутить своего, да. Да. И вот Онищенко-сталин, Анищенко-сталин в первом четвертьфинале. 5-4 впереди Сталин, то 7. И здесь пока 3-0. Сталин тоже впереди. Ценность этой партии, наверное, сложно переоценить, да, поскольку да, вы правы. 6-4 или 5-5, но 6-4 это очень, в очень сложном положении, как кажется, Кирилл. Кто быстрее выполнит этот элемент, да, возвратить от борта свой в лозу, кто его первое выполнит, у того и будет больше шансов. Пока неудачно. Ну что, вот такая позиционная пошла борьба. Ну вот, сейчас мы совершим такое путешествие вокруг стола. После удара этого ничего пока не произошло. Вот так идут спортсмены вокруг стола, выискивая наиболее правильное решение. Ну, а у нас есть возможности сверху посмотреть на всю эту позицию. Пока мы так же, как и спортсмены, ничего особенного не видим. Хотя вот шарик катится, катится. Сталин накатил шарик на собственную подпись. На собственную подпись, да, это с прошлого турнира осталось. Есть такая традиция оставлять подпись на сукне. А в Петербурге родилась еще одна традиция. Выигравшему турнир финалисту последний шар, который он забил, вручается в качестве презента. Вот, новая традиция. И вообще Санкт-Петербург славен традициями. Я очень рад. Кстати, несколько слов еще раз о шарах. Штраф похоже. Из чего делать? Неужели штраф? Штраф. Ай-яй-яй. И на ровном месте. Повторим-ка. Да, что же это произошло? Видимо, очень толсто попал. Вот он хотел тоньше. А шар может быть свело. Может быть за счет винта свело. И что произошло? Штраф. А возможно это как раз свидетельство о том, что волнуется Кирилл и вот такие непроизвольные ошибки делаются. Как в теннисе они называются? Какие-то есть ошибки то ли непроизвольные, то ли есть такое понятие какая-то непроизвольная ошибка. Невынужденная. Невынужденная. Да, 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 да. Вот сейчас была невынужденная ошибка. То есть не слишком сложная стояла позиция, а тем не менее фо случился. ну что, 3-1 Кириллу надо активизироваться. Попытка сыграть, но честно говоря какая-то робкая, робкая попытка, это в общем и попытка отыграться с одной стороны, и попытка забить шара. Не совсем правильный, не уверенный был удар, не уверенный. Чувствуется какой-то моральный дискомфорт. Кириллу надо настроиться, настроиться на игру обязательно. потому что шансы будут и не один шанс еще будет. Попытка скрутить свой Кириллу не уничал с успехом. А Евгений наоборот. Евгений почувствовал уверенность. Это видно по его лицу. Уверен. И намерен довести этот матч до победы. Ну что, попытка атаковать? Нет, а ты отыгрыш. Ну что, довольно сложный был отыгрыш и успешно его произвел Кирилл. Чем ответит Евгений? Так, так, так. Свой два борта и попытка возвратить свой назад. Ну что, атакуем. неудачно. Да, взволнован Кирилл. Но, я думаю, что многолетний опыт его, многолетний опыт выступления в различного рода серьезных турнирах, я думаю, научил его никогда раньше времени не сдаваться и бороться до конца. попытка от борта вернуть человека в угол. Ну что, Евгений. Евгений. Ага, попытка атаковать. Довольно смело, довольно смело и рискованно и может быть наказан. Может быть наказан за такой шаг. Я думаю, что можно даже Кириллу попытаться сыграть свой Ка в середину, что он и делает. Ну, нет, 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 вот чуть-чуть сбил. Вот достаточно игроку чуть-чуть сбиться и вроде бы и по губкам попадает, но шар не падает. Чуть-чуть сбился, надо настроиться. А ведь соперник это чувствует, это чувствует и вот начинает делать вот такие вот удары. Вот такая вот психологическая борьба идет. Ну, еще Кириллу, можно сказать, повезло. Могла быть и хуже позиция, хотя вот если сейчас забьет свой шар Сталев, то будет совсем плохо. Да. Это партия под большим вопросом в пользу Кирилла Нищенко. Я думаю, что Евгений не упустит своего шанса. Спасибо нам показали Кириллу. что, Хладнокровен. Начало очень было удачное для него и неоднократно ошибался и не был в лучшем состоянии Женя. Он входил в это состояние и, судя по всему, как вы считаете, он уже Ну, вот сейчас вот так, если говорить о психологической борьбе спортсменов, то сейчас впереди Евгений. Хотя мастерство настолько высоко того и другого спортсмена, что малейшая ошибка, да? Да, тут нельзя расслабляться ни на секунду, ни на секунду. Вот как мы смотрели финал чемпионата мира по снукеру, да? Да. тоже существенную, да? Малейшая ошибка и все. Соперник спортсмен высокого класса и в русском бильярде по существу может произойти то же самое. Но пока вы видите 6-1 и... Ну вот в чем... А общий счет у нас 5-3? Нет, 5-4. 5-4, прошу прощения. Прошу прощения, 5-4. Ну что, вот он, тот шанс, про который я говорил. Он всегда дается игроку. А вот воспользуется ли им Кирилл, мы сейчас увидимся. 6-2. 6-2. Во всяком случае сыграть 3-4 шара Кирилл и уже партия выровняется. А почему бы не попытаться закончить ее ски? Ну что, над чем думает наш... Слишком много вариантов. Слишком много вариантов. Мозг даже, наверное, не в состоянии прочитать все. И он выбирает оптимальный вариант. Принял решение. Сейчас мы будем выводить свой шар под следующий удар. Под сваяка, конечно. А вот под какого сваяка, ну, сложно сказать. Сейчас будем смотреть, где окажется свой шар после удара. Биток. Вот биток идет, 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 идет. Да, не самое лучшее место для битка в данной ситуации. Не то, конечно, хотелось сделать. Кирилл, не то. Вот такой мощный нижний винт, и вот с пробуксовкой шар пошел назад. Ну, сейчас посмотрим. Сталев доволен, доволен таким исходом. Мог быть наказан более серьезно. Тем не менее, это будет по лузе. Нет. Свой. Свой, 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 свой. Не получилось. Ну, надо, честно сказать, если бы это получилось, это было бы нечто, нечто супер, как сейчас такое любимое слово. Школьники, ребят, больше всего это слово. Сказать хорошо. Это было больше отыгрыша, чем попытка сыграть на лузу. Он играл с правым винтом, из нашего синим попадут в лузу, за счет правого винта шар уйдет на другую половину поля, и таким образом он ничего не поставит. Еще пять. Вот, игрыш. Ну, вот, работает компьютер бортовой, да? Глаза туда-сюда, туда-сюда. Сколько же он вариантов перебирает, да? За мгновение. Вот так вот, помилить наклейку. Очень важно. Очень важно помилить наклейку. Очень важно, чтобы была качественная наклейка, качественный мел. Не дай бог, мел некачественный. Произойдет кикс. Ну, а вот два слова, все-таки, из чего делаются шары. Мы, как раз начали говорить и не закончили, да? И что такое, качественный или некачественный мел, пока здесь позиционная такая борьба идет? Ну, что касается шаров, то вот до революции их делали со слоновой кости. Но вот слонов, честно говоря, я думаю, закончили. Фирма Салюкнина спасла слонов, выдумав вот эту смесь, рамит, рамит, это вот такая смесь. Это пластик, это очень мощный пластик, хотя до нас эти шары дошли где-то в 90-м, 88-м году, а до этого мы использовали вот такую более простую пластмассу, по-моему, в Днепропетровске или в Харькове, где-то на Украине делались эти шары, которыми мы играли в России где-то года до, наверное, 85-го. Конечно, качество было ужасное, они были неровные, кололись частенько, и доходило до таких смешных случаев, но абсурдных случаев. Человек бьет шара, шар раскалывается, половина шара оказывается в лузе, а половина на поле. Что делать, считать шара или нет? Ну вот нашли выход, взвесили. И та половина, которая оказалась в лузе, она оказалась тяжелее, игроку засчитали шар. Вот такая вот смешная история. Так что вот, но сейчас есть еще масса супер-рамид. Это более тяжелая масса, и все пулисты на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, они используют массу супер-рамид. И Российская Федерация по договоренности с фирмой Салюк, вообще мы в сентябре, в сентябре должны ввести эти шары супер-рамид на наших соревнованиях российских, но я не совсем уверен, что Россия готова к этому, поскольку в глубинке, конечно, этих шаров нет. Материально не готов. Да, в глубинке. Ну а что шары? У них лучше центр тяжести или что? Да, они немножко более массивнее, массивнее, когда шар массивнее, он меньше подвержен всяким вот подвижкам за счет винта, скажем, меньше смещается. Да. Как куда? Неудачно. Как был брел? Так что шары, конечно, имеют огромное значение. Ну вот, как говорит Евгений Сталев, а почему бы не убрать вообще номера шаров? Тогда центровка шара будет еще лучше, и мы об этом задумались. В принципе, шары вот эти, Арамит, они уже были у нас, сделаны заказ партия без номеров, и, в общем-то, прижилось. Ведь номера нужны только для русской пирамиды, классической. 71 очко, а практически в нее играют, ну, может быть, единицы сейчас. И для бильярдного клуба, ну, может быть, достаточно 2-3 пирамиды с номерами, остальные могут быть без номеров. Так что мы думаем сейчас о размещении заказа на фирме Салюк, именно сделать шары без номеров, вот, Супер Амин. Ага, вот попытка сыграть шаром была и возвратить свой в лузу. Пытался сыграть 2 шара. Вот. А мелок, мелок это мел, мел с абразивным порошком, абразивный порошок, чтобы наклейка одновременно шкурилась. И мел должен очень плотно сидеть, плотно лежать на наклейке, и... Ой-ой-ой, это второй удар такой, который мы видим в этом матче. Прекрасный удар. Именно в исполнении Кирилла. Да. Ну что, король, король оборотник шаров, можно сказать. Просто прекрасный удар. А ведь удар очень опасный, поскольку, если бы шар сейчас не упал в лузу, он бы встал на своего. Очень опасный удар. Многие игроки в этом случае играют просто в длинные борты, переводят на короткий. С чужого шара. Ну вот, ну что делать? Храбрость была вознаграждена. Ну что? Ну что, видимо, будет играться свой. Несложный свой. Да. Несложный свой, но опасный. Опасный. Да. Блестяще сыграл. Блестяще. Можно сказать, что эту партию Евгений выиграл. И он приближается к победе тогда, если это так. 8-4. 8-4. 8-4. Еще в 3-6-4 в пользу Евгения. 6-4. Напоминаю, в 3-6 проходит до 7-8. Давайте повторим еще раз этот удар. Ну что же, 3-1. 3-1. Одному надо выиграть три партии, другому одну партию. Не знаю, какие ставки ставили бы сейчас букмекеры. Я думаю, наверное, 1 к 5, 1 к 6 в пользу Евгения. Поскольку он и так фаворит, и еще плюс ведет. Две партии имеют преимущество. Все в ожидании. Удастся ли переломить ход встречи Кирилла Нищенко? Он проигрывает. Проигрывает со счетом 6-4. А ведь был впереди 3-1. Удачное начало. Прекрасное. И удачное, и прекрасное. Это, в общем-то, не сколько удачное, сколько именно он же сам забил в свои к. А вот удачно или нет, сейчас посмотрим, как шары раскатились. Сможет ли он продолжить серию? Ну, давайте посмотрим на шары. Так, сначала надо. Ну, в общем, довольно благоприятно шары раскатывали. Конечно, могло быть быть и лучше, но, тем не менее, есть варианты для продолжения серии. Сейчас только мы поговорили с Женей Сталевым. Он пожаловался только, что все-таки курящие в зале мешают. Да, наверное, все-таки спортивные соревнования может быть и стоило ограничить курение либо усилить вентиляцию. Какие-то дополнительные вентиляторы может быть поставить. Ну, тем не менее, вот сейчас посмотрим, что же предпримет Кирилл. Он ведет 1.0. Так, очень хорошо. Вот с этой точки как раз, видите, вот камера наша подъехала, и мы увидим. Хотел кучу подбить, хотел подбить кучу. Пирамиду. Но не получилось. Хотя есть возможность играть с Вейка в угол. Непростой, конечно, свой. Ну, может и стоит рискнуть. Нет, не стал играть с Вейка. Непонятно. Непонятно. Нет, он играл чужого, с Вейка прятал в пирамиду, но неудачный. Неуверенный удар. Подставка, подставка, очевидная. Совершенно очевидная. Средняя груза. Ай-яй-яй. Бил через шаров. Бил через шаров. Было неудобно бить. Помешало ему, да. Кстати, наверное, впервые, впервые в этом матче, наверное, за всю историю, вот я знаю, российского бильярда введено правило, что не берется штраф, не берется штраф за тушь одеждой. Если партнер, если игрок тушанет шара одеждой, то штраф не берется. Если он покатит какого-то шара и шар заденет еще одного шара, только в этом случае игрок будет оштрафован. Это правило подсказал Евгений Сталев. Вот по таким правилам играется US Open. Ну, многие турниры в США играются. Поскольку действительно, например, женский бильярд, наклоняется девушка, там, ну, не видно же волосинка, коснулась шара, не коснулась шара, ну, трудно сказать. А вот если тушь происходит рукой или кием, то, конечно, несомненно, это штраф. Так что вот посмотрим, может это правило и приживется. Во всяком случае, в нем есть резон. Так что вот впервые за тушь одежды не берется штраф. Это не значит, что можно бить, опираясь на шара. Но во всяком случае, игрок не штрафуется. Ой, какой... три удары, три удары, и все три удара, ну, два оборотника и два-два борта, ну, а двух бортов в угол свяка. Просто молодец, Кирилл. Просто молодец. Вот такой вот удар. Удар, конечно, по отыгрышу, не опасный, он ничем не грозил. Для Кирилла не было проблем после вот этого удара, но молодец. Молодец, Кирилл. Вы знаете, вот подходил Павел Тимец, генеральный директор. Он еще раз напомнил, что специальные призы он приготовил для участников. И похоже, что именно за это вы, да, решили, что... Да, там есть приз, самый красивый удар. Однозначно он должен достаться Кириллу Онищенко, поскольку он даже три удара сделал. Так много ударов и так сложно выбрать, но вот эти, да, это нечто. Это нечто. Своего? Нет, чужого. Ай-яй-яй-яй. Он будет сниться ему этот шар. Да, потому что это подсадка. Забив этот шар, наверное, он бы выиграл эту партию, однозначно. Может, он и выиграет, конечно, ее, но... Но теперь уже поздно, да. Теперь уже шанс был велик. Да. Евгения уже не остановить. Три-один. А еще? Три-один. Сейчас будет три-два. Ну, этот удар нет смысла повторять, потому что тут все ясно. Так. Ну, а теперь посмотрим. Что? Три-два. Непонятно. Сколько жаров завел Евгений. Три-два. Ну что, свой в середину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это да. Не забил. Ну, шар непростой был. Шар непростой. Единственное, что Евгений решил себя убить. Ну что, ведя 6-4 по партям. Почему бы нет? Так, что же вы предложили бы Кириллу? А-а-а, да. Он вот берет машину. Ну вот, теща. Да. В простонародье теща официально машинка. У англичан бабушка. Грэнд Мауэр. Или рест. Рест — это отдых. Ну вот, вот такие вот различные названия этого приспособления. Но смысл один. Она помогает за это поменьше. Приспособление помогает дотянуться до шара. Ну что, Кирилл, еще раз дается шанс. Еще раз дается шанс вырвать эту партию. Ну, посмотрим. Теперь все зависит от того, разумное решение найдет ли он решение. То есть, он выберет это разумное, но надо найти лучшее из того, что есть, да? Ну вот, у Евгения, конечно, опыт побольше игры в игры вот именно в динамичную пирамиду. И, наверное, это тоже сказывается. Потому что при выборе вот комбинаций, конечно, важен опыт. Вот он неправильно сейчас делает. Он неправильно сейчас делает. Этого шара надо было под свейка оставлять. То есть, какого-то шара забивать в угол и забивать свейка от этого шара. Ну вот, он выбирает немножко другого. Ага, он играет чужой-чужой. Да, он играет чужой-чужой. Это не совсем правильная комбинация для этой игры. И в угол, в крайнем случае, даже в среднюю лузу он не будет играть, конечно. А бокс играет спокойно в угол, забить свейка в середину и опять сыграть в угол. Но посмотрим, посмотрим. Может, он и прав. Забивает. Ну, где дальше? Где продолжение? Ну, что в тот угол будет бить. Чужой угол. Очень сложный. Да, чужой угол. Ну что, длинный. Видимо, чужой-чужой угол. Блестящий удар. И второй. И свой. Нет, не получается. Свой не получился. Ну, у нас бы призов не хватило. Призов бы не хватило. Если каждый красивый удар призом награждать, то призов бы не хватило. Ну, не успеем мы повторить. Ну, это... Так, свой в угол, свой в угол. Смотрим за своим. Ой-ой-ой, как было близко. Ну, надо. Было близко, улыбнулся Кирилл. Жалко, мы не видели сейчас его улыбку. Ну, вот сейчас видите конечную фазу улыбки. Да. Он, наверное, знает. Существуют призы. Ну, это отыгрыш. Да, теперь пойдет серия отыгрышей, конечно. Я думаю, сейчас Евгений будет доверного разыгрывать. Стараться поймать Кирилла на ошибки. Ну, Кирилла сейчас настроение должно улучшиться. И таких вот невынужденных ошибок он не должен делать. Нечеткий отыгрыш. Нечеткий. А вы знаете... Нет, это серия отыгрышей очевидная. Довольно опасный отыгрыш, потому что непонятно, куда же чужие встанут. То, что свой-то вернуть назад, это можно... Ну, это как бы понятно. А вот куда при этом станет чужой? Он же может и самую лузу подкатиться. Сложно спрогнозировать. Ну, в этом и мастерство заключается. Вот Евгений сейчас спрогнозировал. Можно попытаться сейчас срезать чужого в угол и вернуть свояка. То есть, вот, сыграть по отыгрышу чужого. В принципе, довольно безопасный удар. Ну, что, Кирилл, посмотрим. Здесь мы видели... Что шел посмотреть точку. Точку резко уточнить. А вот среди публики вот там в центре сидит наша замечательная чемпионка России, которую мы... Да, который играл на этом же столе. Да. Если вы имеете в руку Ксению Кислову. Ксению Кислову. Вот, блондинка сидит по центру, мы ее обязательно покажем сейчас. Да. И она играла за этим же столом. Вот Ксения Кислова, вот она. Видимо, она, смотря на этот стол, вспоминает сложнейшую победу. Она тогда одержала, она же проиграла до четырех побед, 3-0. 3-0. И вырвала победу с отсчетом 4-3. Ну, чуть-чуть не докатилась, да? Ну, чуть-чуть-то, это сантиметров 7. Магаванта. 7-2. Кстати, Ксения сейчас поедет на отборочный на чемпионат Европы. И я надеюсь, что она, конечно, доберется и поедет на чемпионат Европы. И вполне может добавить к званию чемпионки России и звание чемпионки Европы. Будем ей вот пожелаем такого успеха на чемпионате Европы. Ну, что вы предлагаете? Можно играть? Чужой угол, повод, игрушу. А, два борта, видимо, будет играть свой. Свой два борта, чужой в угол. Да, вот свой два борта идет. Не забил. Показал для зрителей, куда он будет играть, но не забил. Ну, Кирилл? Надо выигрывать эту партию. А то можно не дождаться больше шанса. Сейчас явно слишком раскованно сыграл Евгений, но тем не менее. Свой стоит. Прекрасный свой. Да, четко, четко реализовал. Встреча встреча 6-5 после Евгения Сталева. Ну что же, интрига. А где же девушка? Нету девушки. А, вы ищете. Я думаю, если девушка не пройдет, может, счет не зафиксируется? Да. Ага, вот зафиксировался. 6-5. Да. Прекрасно. 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 Ну, Слава Ракелов ставит и ой-ой-ой-ой. 1-0. Сталев. Это значит, тут же 2-0 будет. Даже Женя не улыбается сейчас. Ну, вот это правило активного разбоя как раз привело вот к таким красивым разбоям. Ведь если бы игрока не заставляли активно играть на лузу, он бы никогда и не играл. А так ему выгоднее сыграть на лузу, чем это играться. Да. И вот мы видим такие красивые удары. 2-0. Сталев. Ну что, можно играть? Ну, тут явно ничего на игре не стоит. Можно попытаться, хотя рискованно. Он же не думает, имеет ли смысл ему рисковать. Но не в том он настроении. Может быть, все-таки чужого в правый угол. Попробует? А, будет однозначный удар по отогрошу. Есть вопрос, куда? Ну, то, что он будет по отогрошу, я думаю, он тянет своего на себе. Нет, нет. Прокат. Ай-яй-яй, может быть, штраф. Если шар не докатится до борта, будет штраф. Что такое? Что такое? Что такое? Зачем? Зачем, Женя, дорогой мой, зачем? Только что мы с ним говорили. Женя говорит, да я не очень привык к борту. Как это он делает? А сейчас борта-то ни при чем. Сейчас борта, не уже бортов не касался. Сейчас просто было. Да, зачем он так играл? Что такое? Причем Женя сознался, что при разбое, помните, когда он совершил ошибку в какой-то второй партии? он просто забылся. Он просто забыл, да. Так что бывает, вот меняются правила, обидно. Обидно. А ведь может быть вдвойне наказание. Можно забить еще сверка. Свой, да. Ой-ой-ой-ой. А какой важный был для Кирилла свой, а? Да. Упади сейчас свой, он бы просто вырвался вперед в этой партии. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, надо же. Да. Но в этом весь бильярд. Чуть-чуть, чуть-чуть. Угу. Довольно смело, довольно смело. Что-то такое потеряли, товарищи слегка потеряли бдительность, я бы сказал. Ну что, чужой в угол? А ведь в эту лузу он уже забивал. Его довольно еще более острого в угла он забивал. Так что луза приемистая, проверенная Кириллом. И можно довольно свободно в нее играть. Еще и попытаться и выход сделать. Ну вот, с этого ракурса вообще видно, что это просто довольно легкий. Угол-то 45 градусов оптимальный. Ну что, будет сваяка или... Нет-нет, чужого, конечно. Чужого, но куда выход будет? Сыграно и свой, и свой, и свой. Да. Ну-ка, ну-ка, нет, 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 нет. Ну можно играть в левый верхний, туда, да? Да, вот туда и играют. Не самый лучший вариант, конечно. Не повезло Кириллу. Не повезло, однозначно. Немножечко, да. Вот вроде и свой в центре поля, а таких вот стопроцентных шаров нету. Неужели кинется? Это называется нырок, бросок, ну, по-разному. Ну, в общем-то, игровой шар, конечно. Да, молодец. Блестяще, блестяще. Молодец. Тут ничего не скажешь. Это великолепнейший, неужели будет контровая партия? Будет что-то невероятное. А ведь самая интрига в контровой партии в последнем шаре. Как играл Владимир Петушков с Юрием Починским на чемпионате мира выиграл. Кстати, он потом ему на кубке тысячелетия Казани отомстил. Выиграл точно так же Юрия Починского у Владимира Петушкова в контровой партии в последнем шаре. Вот была нелепая ошибка сейчас абсолютно. Одна из нелепых ошибок, когда вдруг, да, своими руками совершил такую ошибку для Сталева, тем более. Просто подарил. Хотя это не умаляет. Хотя он сделал две ошибки. Ведь первая, ладно то, что он выставил шара, вернее, там Кирилл снял себе шара, но он еще второй. Чужой довольно смело бросился, не забил. И после этого пошла серия раскручиваться. Так что это две ошибки было. четыре-два. Вот видно, что Кириллу надо поиграть, конечно, в эту игру. Неудачный выход. Абсолютно неудачный выход. С этой ситуацией можно сыграть два, три, четыре шара. Ну, надо играть. Ну, вот он что-то говорит про себя, видимо, недоволен ударом. Плохо вывел, плохо. Конечно, можно сыграть с ВАИК, Ну, 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 он еще и попытался и чужого дуплетом сыграть. Да. Не реализовал он всех возможностей. Это отыгрыш, хотя? Нет, это отыгрыш с атакой, с элементной атаки. Все время на всю подпись накатывает. Ну, надо же. Кстати, тут есть подпись Петушкова Владимира, вот, по-моему, в середине, поскольку он на этом столе, он не играл, но занял третье место на этом чемпионате. Володя где-то здесь, он вчера тренировался, но пока не удалось. Петушкова, по-моему, правая самая, да? 4-2, Нищенко впереди. И для Жени... Вот сейчас стоимость ошибки, ну, даже трудно переоценить. Ну, опять на Сталева накатил. Так, откуда этот шар там выпал, непонятно. Ну, вот еще раз скажу, что это вот, может, кто-то из зрителей присоединил, что это вот, вот так выглядит профессиональный стол для игры в русский бильярд. Это абсолютный размер стола, 12 футов, метр 80 на 3,60 игровое поле. Бывали и больше столы. Бывали, мне рассказывали про столы 4 на 2, 2,5 на 5. Наверное, конечно, есть такие столы, но это, вот это абсолютный стандарт для турниров для русского бильярда. Интересно, что и столы, как сукно, именно называется про. Стол называется Олимпик Роспро, и сукно Симонис Роспро, не знаю, вот они из друг друга интересно слезали это название, или как-то так получилось. Вот это да. Молодец, молодец, Евгений. Молодец. А вот точно такой же шар, более легкий шар, Кирилл Онищенко не забил. Ну, теперь вот правильно, опять-таки, продолжение надо выбрать. Сейчас чужого угла. Я думаю, что надо свояка выкатывать вот куда-то в середину, чтобы можно было сыграть потом своего. нет. 4-4. Он попытался пробить шара на борту. Не лучшее продолжение. Не лучшее, не лучшее продолжение. Забив свои, надо стараться сделать максимальную серию. Играть под... Ой-ой-ой, что такое? Опять штраф, что ли? Или задел шара? Ничего не понимаю. Задел? Видимо, задел. Задел. Вот такое ощущение было, что, видимо, очень тоненько у него задел. Я почувствовал, что вам худо стало просто. Ну да, штраф в такой ситуации это очень... Было бы слишком. Не сыграл Кирилл. Не сыграл. И посмотрим. И-и-и. Не станет ли это в угол... А ведь играется свой в середину, похоже. А если играется свой в середину, то это очень плохо для Кирилла. Нет? Нет. Не играется. Не хочет. А прочим, прочим. Ну, это в угол он играет. Впрочим, прочим. Да, это в угол. Ну, замысел-то был все-таки. Не просто так все. Нет, удар по отыгры. Конечно. Сейчас цена свояка возрастает на порядок. Счет 4-4. Смело тогда сыграл в середину свояка. Женя. Очень смело. Сейчас будут разыгрывать до верного. Сейчас не будет рисковых ударов. Хотя у Евгения есть жировой запас в одну партию. Сейчас будет попытка возвратить шара двух бортов назад. А Кирилл уже забил однажды такой шар. Ну, почему бы не повторить? Нет. Ну, что, вот такая вот затяжная серия. Вот огрешение. Кто не хотел умирать? Заказ до судьи сделал. И опять попытка сыграть два борта. Не точно. Но тут очень важно было чужого проконтролировать, чтобы он не вышел к угловой лузе. А он, похоже, вышел. А нет. Сыграл Евгений от него, но сыграл по отыгрышу. Ну что, бросок? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Невероятно. Ну, не в стиле это Кирилла. И удар не в стиле Кирилла. Я ничего не понимаю. Ну, здорово забил. Ну, очень риск. Ну, это был очень огромный риск. И не самый... Не самый легкий удар. Ну, не знаю. Не знаю даже, как прокомментировать. Но молодец. Ну, посмотрите на общий счет. И становится ясно, что Кирилл убирает и в психологическом плане. Ну, вот это, может, внутренняя интуиция какая-то в нужный момент броситься. Сказал, да. Ведь атырировался, атырировался, атырировался. И тут взял и бросился. Да. Задумался Евгений. А ведь если будет контровая партия... Ой-ой-ой-ой. Там никто ничего не может сказать. Ну, что? Вот сможет он серию сделать или нет? Выйти под свояка надо. Выйти под свояка желательно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Не зря говорили, что стол зажатый. Да. А может быть, просто увлекся выходом. Ну, не успеваемо повторить, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пять-пять. Пять-пять. Да. Вот это интрига. Вот это интрига. Да. Шесть пять. Я думаю, что это все. Ну, хотя, кто знает. Ну, надо же. Такая возможность. Все. Да. 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 Ну что, не стоит. Не стоит отчаиваться. Шансы все равно еще есть. Ой, какой небрежный удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кирилл, Кирилл. Ну что же. Нельзя. Или это Женя. Я уже немножко запутался. Сейчас посмотрим. Так, играет Женя. Ну что, Кирилл. Я думаю, что будет. Будет еще шансы справиться. Так. Перевод своего в угол. Неудачно. Так. А ножка стоит за камерой. После этого про камеру надо забыть. Тоже свой. Тоже свой. Перевод в угол. И практически. Ай-яй-яй-яй. Смотрим за чужим шаром. Чужой шар катится в самую лузу. И прикатился. Но мне кажется, не такой легкий шар. Чем-то недоволен Евгений. А чем недоволен, непонятно. Но удар был. А может быть, я думаю, как раз про то, что он говорил. Отскок от борта. Не рассчитал сейчас отскок от борта Евгений. И чужой шар встал в угол. Не знаю, насколько легко он там стоит. Но стоит рядом с лузой. Ну, Кирилл. Да. Чуть-чуть много верхнего винта дал. Чуть-чуть меньше винта и был бы просто легкий шар свой в середину. Но, тем не менее, шар играется. Нет. Нет. Не стал он. Не стал Кирилл рисковать. 6-6. Прекрасный отыгрыш. Вот он совместил три шара вместе, свел. Посмотрим, что сыграет Евгений. Борт-борт. Ага. Понятно. Два борта. Назад шар возвратил. Не самый легкий отыгрыш, но сыгранно четко. Что сыграет Кирилл? Атака? Или атака по отыгрышу? Атака по отыгрышу. Ну вот. И Евгений. Перевод шара в угол. Перевод шара в угол. Да. Вот он класс. 7-6. Вот он класс. Вот он класс. Ну что же. Только чудо может спасти сейчас Кирилл. Анищенко только чудо. А чудеса очень редко бывают. Все. Вот и все. В общем счетом 7-5. Евгений Сталя поддерживает победу в этом матче. Поздравляем вас с победой. У вас было очень много побед. И трудных, и не очень трудных. Может быть, было супертрудные победы. Как вы оценили бы сегодняшнюю свою победу? Ну, не совсем легкая. Во-первых, я проигрывал 4-2. Кое-где не мог понять стол. Собраться. Привыкнуть к сукну. Ну, потом, как бы, можно сказать, за меня заступилась, как бы, игра чуть-чуть. И Кириллу не везло в плане того, что он не забивал своих, которые контрольные, как бы, считались. Именно этот свой он забьет, и уже все. У него преимущество. Ну, как видите, значит, я играл сильнее, поэтому выиграл, наверное, получать. В левой руке у вас замечательный киев. Стоит он 10 тысяч долларов. Возможно. Возможно. Это не секрет. Стоимость хорошего автомобиля, да? Я его не покупал, конечно. Мне его подарил сам Владимир Левитин. Это один из легендарнейших игроков. Вот. Ну, ему сейчас уже, по-моему, под 60 лет. Не так хорошо сейчас играет. Но, как бы, все еще он в смысле в бильярде. Ну, давайте крупный киев еще раз покажем. И дело в том, что такой же киев был подарен, скажем, президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путину. Ну, такие же ки имеет Лужков, кажется, да? По-моему, да. 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 Что такое киев для игрока? И вот вы два месяца играете этим киевом. Насколько его хватит, вам скажем? Думаю, хватит его не менее 10 лет. Это точно. И вообще этот киев как бы долговечный. Он настолько грамотно сделан. Во-первых, у меня несколько шафтов к нему. Два запасных. Один потоньше, другой потолще. И шафты состоят из многих частей и очень хорошего клея. Склеивается очень хорошим клеем. По-моему, они ездят за ним во Вьетнам. Вот. И киев очень тяжело, чтобы его повело. Чтобы он кривой стал. Практически, как они говорили, не бывает. И плюс то, что, как мне дядя Вова уже говорил, Левитин, что дерево они взяли в Италии. Дерево 100 лет. 100 лет этого дерева, да? Канадский клён. Торжественное закрытие. Торнир Александр Пухленко, директор направления Пул Федерации Биллиарда России, вручает участникам специальные призы, конверты. Вот Павел Бадыров, генеральный директор фитнес-клуба «Лидер Спорт». Все знают его, в том числе, и как киноартиста. Кстати, он жмёт 262,5 килограмма. Он вручает годовые абонементы для посещения фитнес-клуба, потому что надо следить за своей спортивной формой. А вот Павел Тимец, генеральный директор «Фора Биллиард», вручает приз Кириллу Онищенко за лучший удар этого матча, в этом матче, который вы сейчас видите. Ну что ж, лучший удар. На этом я, Эрнест Серебренников, заканчиваю рассказ.